Коллеги, еще раз добрый день. Ну что, начиная этот доклад, опять же, следует сказать именно о терминологии. У нас все очень легко в английском языке. Есть термин «надол» – это уплотнение легочной ткани, округлой или близкой к ней формы, размером равной или менее 30 мм. Почему используется именно это значение размеров 30 мм? Потому что речь идет о онкологии, о Т1, рака легкого. Естественно, это именно онкологическое определение. Что касательно русскоязычного определения, то есть перевода термина «надол», либо «очаг», либо «узел», в моем понимании сейчас нет какой-то утвержденной терминологии. Разные школы используют то или иное наименование. Я в своем докладе буду использовать термин «очаг», призываю к этому относиться терпимо. В общем-то, он имеет право на существование. Еще один термин «образование», оно звучит в том случае, если участок уплотнения легочной ткани составляет размер более 30 мм. Опять же, что уже говорил Дмитрий Александрович в своем докладе про то, как классифицируются очаги. Конечно же, всем известны солидные очаги. Говоря о раке легкого, мы в первую очередь думаем, что мы хотим увидеть именно солидный очаг. Но, тем не менее, рак легкого не всегда выглядит именно солидным очагом. И терминологически, классификационно выделяются еще субсолидные очаги, которые подразделяются на очаги по типу матового стекла и частично солидные. Тут очень важно понимать, почему вообще возникает очаг по типу матового стекла. Он возникает в том случае, если происходят патологические изменения в тех анатомических элементах легкого, размеры которых находятся за пределами разрешающей способности компьютерного томографа. Но, тем не менее, появление изменений в этих анатомических элементах ведет к снижению пневматизации в этой части легкого, что приводит к вот такой вот картинке небольшого малоинтенсивного уплотнения легочной ткани. С одной стороны, к этим изменениям можно относиться терпимо, и раньше к ним терпимо относились, но в 2013 году, когда впервые вышли рекомендации общества Флейшнер по наблюдению за субсолидными очагами, как раз там ярко было проиллюстрировано, что эти очаги, конечно же, требуют пристального внимания, и нельзя к ним относиться без должного уважения, так скажем. Опять же, в моем докладе речь пойдет именно о субсолидных очагах, то есть это очаги в виде чистого матового стекла, и очаги, когда на фоне матового стекла выявляется еще солидный компонент. Какие, в принципе, бывают субсолидные очаги? Они бывают персистирующие, то есть это те очаги, которые от исследования к исследованию сохраняются в легком. И бывают транзиторные очаги, которые в динамике исчезают, то есть при первичном исследовании в легком пациенте мы находим, например, частично солидный очаг, и, используя рекомендации, например, Флейшнеровского общества, назначаем динамическое наблюдение, пациент к нам приходит через 3 месяца, и мы видим, что этот очаг полностью исчез, и даем его интерпретацию. Конечно же, транзиторные очаги, они все доброкачественные, в первую очередь, конечно же, они вызваны воспалительными изменениями, также это могут быть, например, и кровоизлияние, но вот персистирующие очаги, конечно же, они в первую очередь обусловлены раком легкого, а именно аденокарциномой легкого. Что касательно статистики выявления очагов, по данным исследования Нельсон, субсолидные очаги выявлялись в 6% случаев. По данным других многочисленных исследований, если говорить о транзиторных очагах, то они как раз и превалируют, то есть очаги, которые в динамике исчезают, они встречаются чаще всего. Но, тем не менее, в некоторых исследованиях до 30% случаев выявляются персистирующие субсолидные очаги, которые чаще всего являются раком легкого. Типичное наблюдение, когда к нам на прием приходит пациент, особенно без каких-либо жалоб. Это может быть человек с канцерофобией, который выполнил компьютерную томографию. Может быть, ему компьютерная томография была назначена по каким-либо другим причинам, в зону сканирования поместился подобный очаг. Что-то конкретного мы о нем сказать не можем. У него явно небольшой размер, менее сантиметра. У него структура по типу матового стекла. И у нас сразу возникает вопрос, как интерпретировать этот очаг. И, в общем-то, если мы не можем его интерпретировать, то что нам стоит делать? В первую очередь мы должны вспомнить, какие патологические изменения могут выглядеть в виде такого субсоленного очага. Конечно же, в первую очередь в голову приходит аденокарцинома легкого, наиболее опасное состояние. Также может выглядеть, конечно же, и метастаз. Чаще всего пациент знает о своем онкоанамнезе. Он может предоставить выписки, где будет сказано, что у него есть первичная опухоль. И так, в соответствии с тем, мы можем посмотреть, как часто имеющаяся у пациента опухоль может давать именно метастазы субсоленного типа. И, конечно же, чаще всего в легких пациента подобные очаги являются воспалительными изменениями, то есть пневмонией. Конечно же, фокальный интерстициальный фиброз может выглядеть в виде очага по типу матового стекла. И могут быть какие-то очень редкие и малоизученные изменения, которые могут попасться рентгенологу раз в жизни, а могут вовсе и не попасться. К этим изменениям, например, относится поражение легких при эндометриозе, которое также может выглядеть в виде субсолидного очага. И обо всех этих состояниях я сейчас расскажу более подробно. Ну и, конечно же, в первую очередь, это аденокарцинома. Говоря о аденокарциноме, мы тут же в голове себе представляем примерно такую картину. Это очаг или образование больших размеров соленной структуры с тежистыми контурами. Для аденокарцинома мы помним, что характерны такие толстые, длинные лучи плеври, так называемая корона-малигна. И, видя такую картину, мы не сомневаемся, что это аденокарцинома легкого. И так в своем заключении об этом и пишем. Но, тем не менее, помимо аденокарциномы есть... То есть аденокарцинома, помимо такой картины, к которой мы все привыкли, может быть крайне разнообразна. Вообще, гистологически аденокарцинома подразделяется на преинвазивные изменения, минимально инвазивную аденокарциному и инвазивную аденокарциному. И о, казалось бы, такой невыполнимой задаче, как можно совместить все эти варианты аденокарциномы с рентгенологической картиной, об этой, казалось бы, невозможной задаче, я сейчас расскажу подробнее. Первое – это атипичная аденоматозная гиперплазия. Ее определение гистологическое, конечно же, такое очень повергающее в шок рентгенолога. Это локализованная, умеренная атипичная зона пролиферации альвеоцитов второго типа и клеток Клара, покрывающих альвеолярные стенки с возможным распространением на респираторные бронхилы. Конечно же, к сожалению, рентгенологи не все очень хорошо погружены в гистологию, не каждый сможет сказать, что все это значит, но, тем не менее, нам нужно понимать смысл, что такое атипичная аденоматозная гиперплазия. То есть это те изменения, которые приводят к тому, что возникает утолщение альвеолярной стенки. И это приводит к тому, что возникает снижение пневматизации легочной ткани в этой области. Я не знаю, будет ли видна моя мышка, но вот я постараюсь показать, что у нас есть гистологический препарат, где в одной его части... А, я мышку выцвусь пока. В одной его части есть утолщенные альвеолярные стенки, и если мы посмотрим на периферию этого микропрепарата, мы увидим, что здесь точно такие же стенки, но менее толстые. Я так понимаю, что моя мышка не видна, да? Вот здесь вот... У меня не получается. А, вот так вот. Да, вот на этом микропрепарате мы видим, что вот в этой области микропрепарата у нас утолщенные альвеолярные стенки. А если мы обратимся вот в эту область микропрепарата, мы видим, что альвеолярные стенки менее толстые. Для гистологов, конечно же, это очень хорошо различимо. А при компьютерной томографии мы увидим, что здесь пневматизация будет меньше, а значит, мы ожидаем увидеть очаг по типу матового стекла. Таким образом, при выполнении компьютерной томографии мы увидим подобный очаг по типу матового стекла. Это подтвержденная морфологически находка из литературы. Что еще относится к приинвазивным изменениям, это аденокрацинома инситу. Суть ее абсолютно точно такая же. То есть, это солитарная периферическая опухоль размером равной или менее 3 см, со стелющимся типом роста. У нее нет инвазивного компонента и 5-летняя выживаемость у нее очень высокая. Вот так вот мы ее можем увидеть на макропрепарате. Она отчетливо выявляется. Для гистологов она тоже очень хорошо видна, потому что мы видим вот эту утолщенную стенку. Но, тем не менее, при компьютерной томографии она нам будет точно так же видна в виде очага по типу матового стекла, который, по большому счету, будет ничем не отличим от атипичной аденоматозной гиперплазии. И вот при сравнении двух этих очагов мы понимаем, что разницы нет никакой, если не будет подписи, что где мы и точно сказать не сможем, но сможем сказать, что вероятнее всего это приинвазивные изменения. Следующее – это минимально инвазивная аденокарцинома. Времени уже остается совсем мало, поэтому я расскажу быстрее. То есть суть ее заключается в том, что у нее есть поверхностно-растущий компонент и соленый компонент. И есть соленная часть, которая полностью выполняет воздухосодержащие пространство легкого, поэтому она выявляется при компьютерной томографии как именно соленная часть. И есть поверхностно-растущий компонент, который как раз и проявляется вследствие того, что опухолевые клетки растут вдоль альвеолярной стенки, вызывая ее утолщение и приводят к снижению пневматизации. Поэтому мы видим вот такую картину при компьютерной томографии, где инвазивный компонент соответствует соленому компоненту, а поверхностно-растущий компонент соответствует компоненту по типу матового стекла. Для минимальной инвазивной аденокарциномы важно то, что размер соленого компонента должен быть менее 5 мм, и общий размер этого очага должен быть менее 3 см. То же абсолютно самое для инвазивной аденокарциномы. Также есть поверхностно-растущий компонент, есть инвазивный компонент. Разница лишь исключительно в размерах самого очага и в размерах соленого компонента. Следующая по классификации – это ацинарная, папиллярная, микропапиллярная и соленая аденокарциномы. При компьютерной томографии они не имеют каких-либо отличий и выглядят чаще всего в виде соленого очага. И есть еще один очень важный подтип – это инвазивная муцинозная аденокарцинома, которая выглядит зачастую точно так же, как и пневмония. То есть при ней преобладает консолидация, есть симптом воздушной бронхографии, она может быть множественной, то есть изменения есть и в правом, и в левом легком. Мы видим вот здесь вот зону консолидации, здесь зону консолидации. Конечно же, не зная анамнеза этого пациента, мы не имеем права сказать, что это не пневмония. Конечно же, мы должны заподозрить в первую очередь пневмонию, но мы должны помнить, что именно так выглядит инвазивная муцинозная аденокарцинома. Времени совсем не остается, я не могу подробно рассказать о вот этой суммирующей таблице, где, в принципе, и отражено то, что я сейчас рассказал, но более в собранном виде. Тем не менее, у нас остаются еще одни важные изменения, которые могут соответствовать очагу субсолинного типа, это метастатическое поражение. Да, конечно, так выглядит типичное метастатическое поражение легких. Это множественные солидные очаги, шаровидные формы с четкими и ровными контурами, с преобладанием в базальных отделах легких. Но, тем не менее, крайне редко, но мы можем выявлять и субсолидные метастазы. Это редкие случаи. Чаще мы выявляем не один какой-то очаг, а это единичные или множественные очаги. И встречаются они при меланоме, аденокарциноме легкого и аденокарциноме желудочно-кишечного тракта. И вот редкое наблюдение из литературы, где мы видим метастатическое поражение права легкого при меланоме в виде субсолидного очага, то есть частично солидного очага. Вот еще одно наблюдение, когда у пациента есть аденокарцинома легкого, уже верифицированная, но в то же время есть и метастазы, которые выглядят в виде очагов по типу матового стекла, и они являются метастазами аденокарциномы легкого, в то же самое легкое. Чаще мы можем видеть симптом ГАЛО, который обусловлен перед уморальными кровоизлияниями, когда на фоне солидного очага его окружают уплотнения по типу матового стекла, то есть мы должны понимать, чем они обусловлены. Следующий аспект – это пневмония. Опять же, остается совсем мало времени, постараюсь уложиться. Это касательно пневмонии. Это, опять же, они могут выглядеть не в виде классической консолидации, а в виде частично солидного очага, или чаще все-таки очагов, и очень важно, что они имеют транзиторный тип, то есть они исчезают при динамическом наблюдении, и чаще всего они сопровождаются соответствующей клинической картиной. Пример пациентка, которая пришла на компьютерную томографию из-за того, что у нее был кашель, субфибрильная температура, в нижней доле правого легкого мы нашли у нее вот такой частично солидный очаг. Обратите внимание, как он похож на те иллюстрации инвазивной аденокарциномы, которые я показывал ранее, то есть есть солидный компонент, здесь можно даже теоретически насмотреть, как бронх обрывается в этом солидном компоненте. Вокруг мы видим зону по типу матового стекла. Конечно же, нам хочется сказать, что это аденокарцинома легкого, но нас должна смутить информация о жалобах пациента, о его анамнезе, и я хочу подчеркнуть, что мы не должны работать только с изображениями всегда. У нас должна быть информация об анамнезе пациента, где мы можем подчеркнуть важные сведения. Пациенту было назначено динамическое наблюдение, была проведена терапия противовоспалительная, и после лечения отмечается полный регресс этого очага в правом легком. То есть это была пневмония. Еще одно наблюдение из литературы, случайно выявленный очаг без каких-либо признаков воспаления со стороны жала пациента и клинического обследования. Пациенту назначается согласно рекомендациям КТ-контроль через 3 месяца, и через 3 месяца мы видим, как этот очаг сам собой исчез. И, конечно же, ретроспективно мы можем догадываться, что это вероятнее всего пневмония. Но, тем не менее, анализируя только первое изображение, мы могли заподозрить это и в виде приинвазивных изменений, при аденокарциномии. А вот свежий случай, когда пациент с лабораторно подтвержденной вирусной инфекцией COVID-19 пришел на компьютерную томографию, и в нижней доле правого легкого мы увидели у него вот подобный очаг по типу матового стекла. Конечно же, зная анамнез, мы можем сказать, что это воспалительное изменение, то есть это проявление вирусной пневмонии, но, тем не менее, точно так же этот очаг попадает в дифференциальный диагностический ряд при субсолидных очагах. Еще одно важное патологическое состояние – это фокальный интерстициальный фиброз, к которому, конечно же, очень много вопросов. Тут не помешали бы комментарии гистолога, как нам, в принципе, отличать фокальный интерстициальный фиброз от аденокарциномы. Мы знаем, что аденокарцинома, она так или иначе связана с фиброзом, либо фиброз возникает в самой структуре аденокарциномы, либо она возникает на фоне фиброза. Тем не менее, фиброз там присутствует. И, конечно же, нам очень тяжело сказать, и, наверное, гистологам тоже тяжело сказать, что это именно фокальный интерстициальный фиброз без данных за аденокарциному. Тем не менее, в литературе присутствует наблюдение, где отчетливо показаны изменения при фокальном интерстициальном фиброзе, гистологически подтвержденные. И вот одно из этих наблюдений, наблюдений из литературы, где мы видим, что в верхней доле правого легкого есть очаг по типу матового стекла, который наблюдали в течение пяти лет. В течение пяти лет этот очаг никак не менялся. Далее, видимо, настояние у пациента все-таки была выполнена морфологическая верификация в виде биопсии этого очага и получено заключение, что это фокальный интерстициальный фиброз. Конечно же, к такому наблюдению очень много вопросов в том плане, что могли попасть не в ту часть очага и получить данные за то, что это фокальный интерстициальный фиброз, и, может быть, там есть аденокарцинома. Тем не менее, мы должны понимать, что подобные очаги, если они растут, то они растут крайне долго, но, тем не менее, для того, чтобы не пропустить рак легкого в подобной ситуации, мы как раз и должны использовать те самые рекомендации по наблюдению за очагами в легких, о которых рассказывал Дмитрий Александрович Пихута. И вот то самое очень редкое наблюдение. Мне удалось найти единственное наблюдение с иллюстрациями компьютерной томографии, где представлена женщина. Как раз этим заболеванием страдают женщины в возрасте 30-35 лет. При этом патологическом состоянии происходит миграция клеток эндометрии в любые органы и ткани. Она может происходить и в легкое. В таком случае появляется кашель с кровью в мокроте, имеющий циклический характер. При выполнении компьютерной томографии как раз и можно визуализировать вот подобного вида очаг по типу матового стекла, который по большому счету представлен кровотечением. То есть подобное изображение показывал Илья Александрович, когда говорил об осложнениях после трансторакальной биопсии, о кровоизлияниях в легкое. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что, конечно же, дифференциальный диагностический ряд широк, но тем не менее все эти изменения выглядят примерно одинаково. И рентгенологу очень тяжело. И единственное, что рентгенолог может сделать в этой ситуации, это следовать международным рекомендациям по наблюдению за очагами в легких, чтобы не упустить никаких данных и не пропустить рак легкого. Спасибо за внимание.